Комик и актер Владимир Зеленский оказался одним из фаворитов президентской гонки на Украине. За полтора месяца до выборов он вошел в тройку лидеров по результатам опросов. Телесериал «Слуга народа» не просто набирает просмотры на YouTube, он воплощается в реальной жизни. Владимир Зеленский играет президента, предельно честного и всегда побеждающего теневых бизнесменов, встающих на его пути. Сам актер, вступив в реальную президентскую гонку в канун Нового года, тоже почти мгновенно вышел в фавориты. По некоторым опросам он даже опережает президента Петра Порошенко, а также Юлию Тимошенко, не говоря об остальных четырех десятках кандидатов. Скептики указывают на отсутствие у Зеленского политического опыта. Сам он считает это преимуществом. Это новое лицо. Я никогда не был в политике. Я пришел из чистого бизнеса, бизнеса телевидения и кино. Этот бизнес, в принципе, никак не связан с бюджетами вообще. Я думаю, что люди меня очень хорошо знают и очень чувствуют. И то, о чем я говорю, они понимают, что у меня не было до этого обещаний и потом извинений. Актерская карьера Зеленского началась в студенческом театре. Позже он возглавил команду КВН, затем преобразовал ее в продюсерскую компанию «95-й квартал». Она и снимала «Слугу народа». В сериале «Зеленский простой учитель истории», чье резкое выступление против властей попало в интернет, после чего вся страна скинулась на его предвыборную компанию, а потом выбрала президентом. В реальной жизни грань между кандидатом Зеленским и его телевизионным образом трудно различить. Даже его политическая партия называется «Слуга народа». Я вижу большое сходство между Дональдом Трампом и Зеленским, потому что они телезвезды, оба продают людям мечту. И люди готовы принять эту мечту, потому что они сыты по горло старым политическим классам. Нынешний президент Петр Порошенко у власти с 2014 года. Многие украинцы считают, что коррупция не побеждена, а по уровню бедности страна одна из последних в Европе. Зеленский обещает покончить с телефонным правом и снять неприкосновенность президента, законодателей и судей, а также создать независимый антикоррупционный суд. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.